Сразу два грандиозных подарка ждали жители совхоза имени Ленина в день рождения посёлка. Это открытие нового стадиона, вмещающего в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, хоккейную коробку. И открытие спортивной площадки, оснащённой тренажёрами. Наша съёмочная группа повывала на обоих объектах. Трудно поверить, что ещё три месяца назад здесь был пустырь. Усилиями совхоза школьный стадион появился значительно раньше самой школы. Это масса сил, масса эмоций, это душа людей, которые это делали. Это желание сделать так, чтобы было хорошо. Естественно, я очень благодарна залу совхоза имени Ленина, потому что это их стадион. Это они делали как подарок ко дню поселения. На торжественном открытии присутствовали почётные гости, среди которых генеральный директор Объединённой Московской хоккейной лиги Сергей Смирнов. Душа радуется, когда после долгих-долгих лет разрухи, когда стадионы всё ветшали и ветшали, сейчас видим, что такие замечательные яркие сооружения, безусловно, они подхлестнут и взрослых, вот с такими же лотами, и, конечно же, детей заниматься спортом чаще, больше, регулярнее. Открытие таких спортивных сооружений, как стадион, должно стать правилом. Потому что это, во-первых, здоровье, во-вторых, это возможность развития любительского спорта, и, в конце концов, это питательная среда для профессионального спорта. Участники праздника поставили свои подписи на мяче, главном атрибуте футбола, развитию которого в совхозе имени Ленина уделяют большое внимание. В таком красивом посёлке должны быть расти, жить и расти здоровые люди. А спорт – это основа здоровья. Мы глубоко в этом убеждены, поэтому строим стадионы, спортивные площадки и тому подобное. И хотя Зоя Ивановна сказала, что она совершенно не спортивный человек, всё же право первого гола предоставили именно ей, для которой строительство стадиона в последнее время было на первом месте. Забота о людях всегда была в приоритете у руководства посёлка. В совхозе гордятся своими спортсменами, поддерживая их, обеспечивая полноценную возможность для тренировок и соревнований. А те оправдывают надежды своего посёлка спортивными победами. Поле нам очень нравится, очень современное, последнее покрытие лежит искусственного газа, хорошие беговые дорожки. Очень мы довольны. Здесь мы обязательно будем тренироваться, обязательно проводить большие соревнования. Открытие стадиона было ознаменовано дружескими встречами по мини-футболу местных команд. Юный футболист Лёва Мартаглян в ожидании своего выхода на поле поделился с нами своими планами относительно нового стадиона. Будут тренировки, будет всё лучше, конечно. И можно будет уже играть здесь. Многофункциональность спортивного объекта позволит любителям разных видов спорта тренироваться здесь, заряжаясь энергией и здоровьем. А на открытой в этот же день спортивной площадке можно поддерживать хорошую физическую форму, так сказать, не отходя от дома. Мы получили эту детскую площадку, смогли её приобрести только потому, что заняли второе место во всероссийском конкурсе на самое благоустроенное поселение. Это именно наша с вами вместе заслуга. Первые опробовать новые тренажёры предложили главе поселения. Но Елена Добренкова заявила, она дисциплинированный человек, соблюдая технику безопасности, правила которой описаны на стенде. Хорошее настроение у меня есть, но, к сожалению, нет спортивной обуви, спортивной одежды. В следующий раз я обязательно попробую, а сейчас я предлагаю этим заняться мастерам. Но спортсменам, которые готовили мастер-класс по тяжёлой атлетике, показать своё мастерство не дали дети, которым не терпелось самим опробовать новые снаряды. Мы можем развить свой быстрый бег, мы можем здесь похудеть некоторые, площадка открывает мне такие возможности, которых у меня раньше не было вообще. Взрослые тоже оценили по достоинству не только сам новый спортивный объект, но и работу тех, кто его создал. Просто великолепно. И самое главное, что сохранили даже берёзы. А я сам в Орехово живу, буду специально приезжать сюда. А ещё эта площадка замечательна тем, что здесь есть уже готовые нарисованные классики. По собственному опыту знаю, начертить в классике ох, как непросто. Но современные дети этого и вовсе делать не умеют. А поэтому у родителей есть возможность научить своих детей играть в эту замечательную игру. Татьяна Брылова и Адамья Наталья Буслаева, Видное ТВ.